Трамп выставил союзникам счет за военные базы. Американская военная оккупация – это очень дорогая привилегия, за которую надо платить. Александр Запольский специально для ИРХ Европейское турне Трампа продолжает производить фурор. Предполагалось, глава Белого дома объединит союзников, вдохнет вторую жизнь в коллективность Запада и тем самым подчеркнет заслуженность американского лидерства в мире. В теории, на практике все получилось сильно по-другому. И на торжествах по поводу празднования 75-летия высадки союзников в Нормандии и особенно во время визита в Великобританию, в Польшу на 1 сентября он ехать вообще отказался, Трамп демонстрировал пренебрежение европейскими интересами и свою заинтересованность в пересмотре формата отношений между сеньором и вассалами. Как и казалось, теперь общение с первыми лицами европейских стран тогда являлось лишь своего рода разведкой боя. Главный сюрприз президент Соединенных Штатов преподнес сейчас. Он называется «Стоимостью плюс 50». Журнал «Тайм» посвятил ей целую статью. Судя по всему, в Вашингтоне все же сумели в должной мере ощутить отсутствие энтузиазма у союзников скидываться большими деньгами в общий котел западных военных расходов. Идея, что платят все, а кормятся только США, им явно пришлось не по душе. Более того, про внешнюю угрозу они согласны рассуждать только на словах, тогда как размер военных расходов к наращиванию, если и допускается, то строго для использования дополнительных денег исключительно внутри собственных экономик. Возвания про нормативные 2% от ВВП больше не работают, а деньги Трампу нужны, и он придумал, как их достать. Его новая идея исходит из, безусловно, постулата необходимости превращения вооруженных сил США из финансовой обузы государства в источник существенной прибыли. Это как частная военная компания, только в лице официальной армии государства. Формула расчета проста, как все гениальное. Берем фактическую сумму расходов Соединенных Штатов на содержание военных объектов в конкретной стране, увеличиваем на 50% и выкатываем счет. Впрочем, в части надбавки Трамп выражается обтекаемо. 50% или больше. Так что это еще не окончательно. Скорее всего, 50% в дальнейшем станут своего рода отправной точкой в торгах для каждого партнера персонально. Кто-то может получить и 70, и 80, а кто-то и больше 100% надбавки. Как пойдет. Например, британцам великая честь принимать у себя контингент американских вооруженных сил, включая три авиабазы – Краутон, Фетфорд и Менвидхилл, а также инфраструктуру разведывательных и оперативных служб была оценена в 250 миллионов долларов в год. Принимающие страны в разделении расходов участвовали и раньше, но обычно все сводилось лишь к преференциям, в частности, в виде бесплатного предоставления земли, налоговых льгот, освобождения от пошлин и прочих подобных шагов, обеспечивающих американцам примерно 20-25%, в Японии – до 32% экономии в текущих эксплуатационных издержках. Но сейчас речь идет уже непосредственно о деньгах, причем помимо перечисленных выше преференций. Вашингтон из-за размещения своих контингентов за рубежом намерен извлекать прямую прибыль. По предварительным выкладкам Пентагона перераспределение расходов по представленной схеме по 127 военным объектам должно дать Трампу 3,6 миллиардов долларов дополнительных поступлений в год, которые пока пойдут на финансирование строительства пограничной стены против мигрантов из Мексики. А что? Нормальный деловой подход серьезного бизнесмена. Все эти союзники без Америки кто? Никто. Без американской армии русские их в два счета раскатают. Сколько там российским танкам требуется на оккупацию всей Прибалтики? 72 часа? Вот пусть не бухтят, а платят за крышу. Если на то пошло, прибалтийские тигры за такую схему в целом не против. Варшава так открытым текстом предлагала 2 миллиарда долларов за Форд Трамп, правда только одноразово, но ведь предлагала же сама. А у всяких там ираков так вообще следовало забрать всю нефть. С самого начала. Что из этого получится? Вопрос отдельный. Имеет он минимум 2 сценария развития в зависимости от взглядов на роли места США в мире. По мнению команды Трампа, Америка по-прежнему остается величайшей и сильнейшей страной в мире. Выше только звезды, круче только яйца и возможно Китай. Значит, партнеры и союзники для проформы малость покривятся, но платить станут. Ибо куда же им с подводной лодки деваться-то? Более оптимистичный сценарий выглядит малость иначе. Поначалу что-то срубить с воссталов у Вашингтона может быть и получится, но дальше, по мере углубления экономического кризиса и обострения конкуренции с той же Америкой, Сателлиты неизбежно начнут задумываться над смыслом продолжения игры во дневорота со вполне понятным итоговым выводом, продиктованным в том числе элементарной жадностью. Зачем платить за то, за что можно не платить, тем более если это тебе самому еще и не особенно нужно? Рабочие места, создаваемые американскими базами, а не дешевле ли выйдет сумму контрибуций сразу направлять в собственные социальные программы, из которых платить пособия? Опять же, в части электоральной поддержки куда полезнее. Но все это случится только потом. Сейчас же Трамп намерен реализовать проект перевода заморских экспедиционных сил США на самообеспечение. Американская армия должна приносить прибыль. Александр Запольский специально для ИРХ. Трамп выставил союзникам счет за военные базы.